Группы смерти во всемирной паутине. В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за подстрекательство к самоубийству. Поводом послужили участившиеся случаи сиуцида среди подростков. Совсем недавно на коллегии МВД России президент Владимир Путин поддержал инициативу ужесточить законодательство. Они как минимум преступники. Прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной Думы о дополнении законодательства. В результате психологического давления через интернет и так называемые группы смерти сотни подростков покончили жизнь самоубийством. Около двух месяцев назад в мировой паутине появилась новая пугающая игра «Синий кит», а также ее аналоги «Тихий дом» и «Разбуди меня» в 4.20. На счету этого ужасного квеста 90 детских жизней. В 2016 году в производстве следственных органов Следственного управления по Ивановской области находилось 4 уголовных дела по фактам самоубийств несовершеннолетних. В 2017 году в производстве находятся 2 уголовных дела. В настоящее время следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области ни по одному из фактов самоубийств несовершеннолетних не установили на участие подростков в группах смерти. Тем не менее, в городском управлении образования сообщают, первые тревожные сигналы уже есть. С ними пока удается справиться на местах в школах. Беспокойство вызывает то, что даже если родители, одноклассники или педагоги узнают об опасных увлечениях ребенка, предпочитают об этом умалчивать. Конечно, нам хотелось бы более открытой информации, чтобы люди, если они чувствуют какую-то угрозу, это могут быть родители или педагоги, которым нужно оказать помощь специалистами, чтобы они не стеснялись об этом говорить, сигнализировать своевременно. Потому что это такая проблема, когда может быть поздно. Поэтому я хотела бы призвать всех к бдительности, к внимательному отношению и к реагированию оперативно. Опасная игра состоит из 50 частей. И с самого начала ребенка буквально загоняют в депрессию. Музыкой, мрачными фильмами, сообщениями и заданиями. Одно из первых – вырезать лезвием кита у себя на руке. Последнее – забраться на крышу многоэтажки и спрыгнуть. Если жертва отказывается, шантажируют жизнью родителей. Понять, что ребенок увлекся опасной игрой непросто. Психологи подсказывают, главное – обратить внимание на изменения поведения. Это действительно повреждения какие-то телесные. Это то, что в определенное время, например, дети не спят. Либо встают и именно в это время общаются в интернете или выполняют какие-то задания. В зоне риска дети в первую очередь одинокие и скучающие, которые не могут себе занять и найти какое-нибудь увлечение. Именно такие подростки могут проснуться в 4.20, чтобы начать опасный квест. Всегда очень хорошо, если ребенок занимается спортом, либо музыкой. У нас очень хорошие художественные школы, куда дети могут ходить и ходят с удовольствием. Вот когда ребенок занят и увлечен какой-то деятельностью, то у него не только нет времени, ему не интересны другие виды деятельности. Он сам не находит в них интереса. Сейчас опасные страницы в сети интернет блокируют, но каждый день появляются новые. Специалисты призывают родителей быть бдительными и уделять ребенку как можно больше времени и внимания, а также установить на домашнем компьютере интернет-фильтры. Тогда вероятность того, что синий кит проберется в голову подростка, будет ничтожно мала. Мария Попова, Андрей Семьеволков, Антон Осипов, РТВ Иваново.